друзья всем привет вы на канале питомник собак 10 дней назад мы купировали ушки целой кучи щенков вот у нас машине сидят щенки они сегодня уезжают купировать ушки давайте посмотрим тут у нас щенки это щенки виспы и бланки уезжают купировать ушки начал вот я навернулась и вот уже у кого-то купированные ушки а кто это писюн это мальчик ясно ну слушай прикольные как говорят прическа а ты зеленоглазик давай остальных посмотрим потом посмотри начало давать саживать у нас работа очень много вот вы конфетки сидите привет что ты кто ты мальчик тоже зеленоглазы красивые на сонышке все скулят всех размещаем всем не терпится всем хотят выйти на 1 следующем так смотрим кого и членов привезла ветку достали чтобы поменять местами давай показывать вы созрели и и голова ну просто вообще а это мерлин наш ну а кто суши как он красивый маленький он маленький да он не круглый слон не смотрим это не могу понять кто открыт что нельсон или как его зовут это ты про него говорила не купировать ушки а хозяйка стал купировать так тоже хорошо потерял свои лопухи ну ладно но красивый ты так и остался самый мощняцкий головистый и головастый 6 килограмм сам тяжелая с 200 до офигенных суши ну кабан будет точно будем с интересом смотреть как ты развиваешься у этих кто у нас я девочка номер один какой красивый такой яркий подходы внешне шуму сдать на нужно наверно один симпатично ты такая лапочка давай быстрее заживаю сейчас скажи я тебе покажу герраки зимой для выпустите мне и сейчас пришло время снимать швы всем 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 этим ребятам и конечно же почему-то первого я на принесла своего любимого того которого я назвал мерлин ам но потом я сказал что ему больше подходит кличка айс потому что он холодный как лед такой у него серые серая спина мраморная и мы решили его назвать не мерлин а айс так что звери нам будет кто-нибудь другу началась сик-то еще красоту он такой прям он совсем не бульдожка да вообще не бульдожка он больше будет видно что они бульдога чурят бульдога есть что-нибудь я зачем ему чего-нибудь от бульдога не было цели получить бульдога красивый булья ну да это прям более более мне кажется очень интересно что вырастет и глаза какой я сушу такие взгляды обожаешь мне такие остренькие глазки поэтому да 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 у него как как у голды взгляд такой такой красавица не бульдожия такой прям собака-собака я серьезный я скажу серьезный парень буду хоть и красивый до безумия до чего ж ты красивый взгляд но сейчас нам предстоит самое сложное то чего мы с я на самом деле больше всего не любим делать а мы не любим делать две вещи это отвозить щенков на купирование потому что сплошные переживания а потом привозишь щенков они все в панике потому что его деле воротники посадили в клетке они кричат визжат они после операции почему это очень тревожно даем нервную ну а потом проходит 10 дней они уже конечно успокаиваются привыкает ко всей этой ситуации но нам предстоит очередное мучение это короче снять с каждого ушка разрезать швы и вынуть веревочки и этому сюда из я на делаю вместе я держу щенка я на ножницами работает снимает швы и вот так по одному шовчику по одному шовчику вот нас здесь хоргик сиденье к ножничке и ватные тампончики и мы снимаем швы так мы работаем я обычно на каждого щенка уходит от 10 до 20 минут до до получаса были у нас очень да кстати очень важно да бывают такие что вообще не сопротивляются бывают таких чик-чик прям даже прям за три минуты справляемся а бывают такие что как это как рыба из рук выпрыгивают ну посмотрим еще хочется отметить что у нас очень классный хирург вот он последнее время вообще особенно делать такие классные шовчики ничего никуда не 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 залезают в эти узелки не надо искать что очень легко снимать наш доктор как зовут антолий антолий иванович если смотрите нам большое вам спасибо за ваши очень качественные швы и очень красивые формы уши даем потому что и ушки получаются красивые пельмешки как мы любим и швы получается и собаки легко и красиво и нам легко снимать швы ну все меня одну соли давай уже снимать швы ну такой красивый хочется им уделить больше времени сейчас когда ты знаешь мы сейчас начнем приносить щенков виспу они все куланы будь ничего снимать они все одинаковые вот видите мы обрезаем сейчас веревочки и она подцепляет эти ниточки и вытаскивает в принципе это все вот уже слою этого уха освободили и это выглядит очень легко и быстро но так не всегда быстро происходит потому что бывает что подпекается даем кожа так бывает иногда вырастает нитка туда вовнутрь и иногда бывает щенку больно видите как он ему не больно он просто чувствует что я что-то делал ну да потому и брыкается в этом вообще ничего нет в снятии швов больно снимать когда вот нитка вырастает в кожу узелок когда вырастает в кожу вот самое неприятное все это ушко освободили нет вот этот узелок еще один наверху остался еще все вот смотрите вы наблюдали сейчас как мы сняли с одного уха швы из-за него на вообще полторы минуты сейчас я на обработает хоргексидином ватным тампончиком чтобы обеззаразить там в одном месте да вот и все еще день они посидят в клетке чтоб окончательно все зажило все 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 отпускает все одно ушко готово теперь второе переворот лежи да у тебя тут все и болтается ничего даже подцеплять не надо сиди спокойно он как все легко он держи он не обрекался все ты умничка ты умничка все последним живут и вытаскиваю все же не приписывай пельмешка посмотрите ребята какой хороший шов какой красивая ушка какое все ровненько никаких нет вот этих нам когда-то в одном месте в первый раз когда купировали так нарезали что такого цвета берешься ступеньками было прямо ухо как будто непонятно чем резали а тут прям зависит от того кошка ушел накладывал типы разные дорогими нитками пользуются это же все очень важно тем более мы не знали первый раз что нам сказали обрабатывать тем всем пятым десятом оказывается ничего вообще обрабатывать ничего трогать не надо лишь когда обрабатываешь ухо но хуже заживает значительно все ты мужики все ребята мы сделали одного щенка на других мы не будем показывать как мы все это делал там все то же самое просто сейчас будем приносить вам показывать их щенков чтобы просто знали как кого мы сегодня снимаешь вы чего хочется уже что с тобой где-то поближе чтобы оттискать возьми себе в комнату так ну все я иду за следующим иди за следующим щенком я тебя жду и какой-то раз и я смотри мама вот это мама мальчик 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 красоту асюша ну вот я на принесла очередного щенка это конечно же сынули и эксилента и виспы и это похоже тот парень который был самый такой да с плюмпочкой на носу он у него самый яркий трикоор аж рыжий такой несколько пятый мальчик тоже такой я помню сейчас еще плюмпочки такой нет на носу ну вот еще осталось из лет небольшой ну да но не такой он сегодня дожди скажи я буду расти развиваться но и он скажет такой же красавчик как мой папа конечно вы должны сумеет и лапище как газ то есть ты стоять из чего почищу мушка потому что мы с ними он кстати самый спокойный из всех и он кстати себе капюшон собрал чуть ли не на второй день после купирования ушей жил без капюшона может не только сам спокойно еще и со мной посмотрим сейчас когда 1006 снимаешь ну вот друзья я вспомнил что у меня секс он камера делаю на голову теперь будете видеть все что мы делаем нашими руками картинка изменится на хорошем фотоаппарате щенки такие более объемные на экшн камере все всегда сплющенное такое но зато вы будете видеть прям все что происходит я что-то сейчас делаешь на ушки чищу но такая форма ухо ты знаешь что форму ухо и как отпечатки пальцев очень индивидуально чтобы вот там вот вытащить всю эту грязьку скопилось тяжело просто лишь какая плюмпочка мы уже сняли один шовчик посмотрите в принципе он так средний себя в выборе выкручивался но мы его победили да вот сейчас будем снимать эту сторону этого парня показываю как это работает я беру щенка за передние две лапы и за задние я на держит одной рукой за голову а другой пытается снимать швы вот здесь вообще хорошо швы вышли дэн прям торчат веревочки видите так ну-ка чуть-чуть осталось потерпи ну классно мы подписчикам показываем первый сразу как подумаешь это вообще легко а вот на той стороне бываем они были глубоко да и один очень в мясо врос конечно здесь прям все вышли так я кому сказала спокойно чуть-чуть осталось потерпи вот видите что происходит начинает лапками двигаться мне надо его сильно держать а мне надо к ваших глаз не выколоть и щенку ухо не проколоть тут моя голова тоже близко да ты тут ножницами все что нет еще вот узелут чпок теперь все жесток протру подожди не отпускай тихо лежать лежать что происходит что происходит люди такое можно скажи ужас издеваются все уже протираю просто ухо ты чё оно тебе должно чесаться тебе должно быть приятно тебе наконец его почесали приедет к маме с чистыми ушами ну куда то опять пошел с розовыми пельменями все смотри мы тебе все сделали все сняли тебе понюхать надо вот видишь ничем не пахнет скажи мне на проконтроле на экселент вообще похож парень по характеру точно экселент значит будет по морде похоже и по морде похож мне кажется в этом возрасте примерно такая да 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 и скорее все таким же дурында весельчаком будет ну он спокойно в отличие там некоторых я думаю сейчас мы увидим техник ну да там в этом память спокойно нет сейчас еще одного более-менее спокойно принесу а потом начнется у нас война ты прям их уже изучила там да конечно да еще нам пока поодиночке сидят хорошо нужно понять кто есть кто вот так вот он немножко будет представить как он смотрит в камеру я огонек на камеру огонек вот точно тебя головой двигает кто там тебя так удивило на камере друг давай шмокнемся ну вот друзья мы принесли 3 щенка это мальчик девочка мальчик еще один пацан от виспы сейчас я на его обработает я опять взял хорошую камеру на него сниму а потом опять секс и камеры будем снимать ушки самого начала посмотрим как он будет даваться так пацан тоже умеренно спокойно ты не помнишь кто куда едет хозяева сами узнают нам-то че дают когда нужно будет управлять я разберусь кто есть так что ребят вы не обижайтесь что мы не знаем кто где чей у нас их 20 поэтому мы только вспоминаю кто чей есть кто когда смотрим наши записи где есть фотография номер щенка и телефон владельца так для нас они нам главное подготовить к отъезду кто куда едет чего это уже так мы снова на экшн камере я снова беру щеночка лапки моя обязанность лапки держать пока все начинается спокойно есть ощущение что это чинок даже не врубается что ему там что-то делают ну-ка сиди спокойно заяц так все уже становится некомфортно да потому что здесь видишь какой-то еще узел сделан зачем то что-то еще подчикивали подшивали что-то дополнительно все я его перерезала все видишь все уже ничего не делаю там как хорошо мой Анатолий Иванович спасибо вам большое никогда снимание швов у нас не было таким беззаботным как в последнее время когда вы начали нам купировать ушки подожди его росло здесь я опять сглазил ну как всегда тебе как за язык тянут угу ладно ну потом это оставим давай дальше пока тихо заяц чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось ну погоди да я попаду в петельку все давай теперь посмотрим что у нас тут ооо здесь засохшие сухарики не будешь размачивать горки ксидину сейчас позакончу пора промокну и все ну это все а вот с этим что делаю там что шов внутри что же узелок внутри ну фроз да вот видите беда лишь не вытащить вот это самое неприятное ребят что с этим делать теперь не знаю давай тоже но потом потом сейчас не дает ну что мне теперь делать скажи мне нитка вросла да давно у нас такого не было ну да вот я даже не понимаю там ее по идее ничего не должно держать ну да почему она почему так не тянет попробуй все-таки за тонкую дернуть а не за длинную я ей за ту и за другую уже попробую за тонкую тебе не получается подцепить нет вон тянул за нее не получается из-за этого еще ничего не получается даже свободно выходить она не уходит я могу просто обрезать а потом если вдруг а он завтра уезжает нет он уезжает позже давай оставим как есть пока ну что мы потом через день проверим вдруг она выйдет ну давай протирать будешь эту сторону да ну куда ты пошел то уже скажи я думал свободен нет ты еще не свободен ты еще на 50% свободен на 48% переворачивай опа чудик юдик ну и кот там морду вообще не скажи мне удобно скажи ну конечно только мне ничего не удобно ничего не видно надо же как подпал здесь совсем другой такой светлый 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 что ничего ужасного вам надеюсь что это ухо без сюрпризов ну вот вынули чпок чпок у него в пузике бурлит чпок вынули скажи уже начать о чем вынули вынули о как хорошо как масло ну видишь что мухи там в каком-то странном месте был узел угу как будто что-то может там венку или что-то подшивали еще все вынули вот это скрикворд наверное установили а если пойти ветерана клинику и снять вы сколько за это возьмут денег да откуда я знаю ну наверно тысячу то возьмут нет вряд ли с ней тяжелые рублей двести пятьдесят на на сто мы отправили щенка одного с шашвами на прошлой неделе они как раз сейчас на швы тоже снимают сегодня ну должны съесть я искала с десятого по четырнадцатый день когда там время будет ну наверно побежали чем раньше тем в каупак конечно в воротник конечно хотят снять папа подожди ты протруха давай еще раз все чуть-чуть осталось потерпи попытку сделаем последнюю все ну на понюхай видишь ничего ужасного тут нет ну ладно перед отправкой попробуем еще раз по-моему он как раз таки у нас в середине августа должен ехать и они вытаскиваются и все ну будешь его кормить периодически будешь трогать не можно ее просто обрезать и она сама отторгнется она может если если она приросла значит ее организм принял как свое а не инородное она не отторгается значит может она там и ничего и не будет будет себе жить там все пока не рассыщется все свободен свободен прыщик маленькие маленькие все да они все примерно такие дальше пойдут да даже еще меньше по-моему будет да привет морда давай я тебе ручку выну как не выну слушай я со всей дури тянула а ты слегка дай выну ты такой светленький ты такой серебряно-желтый а теперь демона сейчас принесу ты сейчас увидишь как мы будем ей швы снимать там есть девчонка огонь огонь просто такой огонь мы ей УЗИ еле сделали когда сердце смотрели ну вот как раз к разговору о темпераменте то что люди хотят чтобы они думали что они все одинакового темперамента у нас они все разные темперамент шоу темперамент девка которая вообще ничего не боится ей все пофиг в венике шоу темперамент хвост с пистолетом я здесь босс ну давай неси на нее посмотрим ну вот я на принесла ту девчонку которая говорит турбовеник так ну ка о она уже пробуксовывает да это вообще ух ты она очень активная может они такую хотят как раз из тех булли кто очень активный ой вся в шерсти что смотри она все контролирует так все давай держи ее иначе мы так будем долго удержать надо будет сильно я иду к тебе давай лапка раз лапка два она кстати ой я чувствую что в руках она потоньше чем мальчики она меньше легче она меньше девочка она так похожа на своего предыдущего брата ох как мы выеживаемся ну пока ничего ужасного ну дай бог что бы не было ничего ужасного пока на узи было ей пипец как сложно делать ну сейчас она поймет что она орала на всю ветклинику как будто ее режут а ей всего лишь на всю узи делали все понятно видишь как что звук не понравился в ухе что все нормально все я понял это будет сражение да дай ты там петельки просто прочитать я их мгновенно вытащу я их только прочитаю вообще ни секунду не дает а что такого то смотрите я ничего не делаю все 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 успокойся это нужно сделать все я знаю тебе не нравится тебе придется терпеть потому что это нужно сделать мы же не будем тебя со швами держать сильно правильно все она ж тебя напугала да такие звуки издает не надо сильно суставы сжимать ну я не могу не надо пусть лучше она вырвется но сильно не надо ладно не ворчи ну как вот мне в шов попасть скажи мне пожалуйста она хочет посмотреть что ты там делаешь спела с первого раза ура все вот и все вот и все что так возникало то скажи да блин осталось тут сверху только убрать и все и что и что и что и не Honda не трогай mommy и что такое вот и все все что все все да что спротивлялся Clint еще спасибо я помощник ведь и что это тебе не нравится ушки мой обычно всем нравится потому что ушки чешу конечно они там запрели чего воротники целую неделю было всем нравится одна ты возмущаешься дай там протру еще грязь скажи я бы вообще сейчас вышел на улицу и с тобой бы погуляла мир поизучала мне вообще все интересно ты метод фиксируешь вот ребята это как раз к разговору о том что нам часто спрашивают там а какой темперамент у щенка будет там двум месяцам только мы не знаем какой будет потому что во всем поймете вот видите ли все разные щенки совершенно вот есть вот такие висичеки если вы хотите выбирать по темпераменту то только вот с двух месяцев начинает что-то быть видно как ты по ней когда у туши купировали делали только в два месяца мы уже хотя бы можем понять что они невозможно понять когда они в одной куче сидят ну да вот они по раздельности уже сажаются тогда уж до кучи может быть самое в компании своей он она может быть самый тихоней а вот когда в одиночестве человек давай следующее ухо давай это ты хрустнула где-то что-то хрустнула старенькая старенькая стала с этой жизни разваливаешься так убери камеру чуть подальше что мешает так все начинаем ты не понимаешь что чем меньше ты сопротивляешься тем быстрее тебя она понимает что если она сейчас вырвется то она будет свободно вот это она понимает больше ничего не понимать поэтому она будет сопротивляться пока у нее силы есть а сил у нее поверь мне много конечно и узи дольше всех делали потому что у нее постоянно датчик соскакивал она только начинает замер делать там сердечный ритм уже надо замерять а то когда замер начинает делать там буквально 10 секунд нашу спокойно было 10 секунд спокойно полежать я как-нибудь поеду с вами и сниму как где проверяет узи сердце всему помету там такой аппарат узи он сердечный клапан и какие-то какие-то метки ставят на сердце и считают до сердцебиение там кровь качается поэтому нас щенки все которые уезжают из нашего питомника щенки американских боли они все едут заключением какого хорошую девочку обижают швы из ушек снимают да все спокойно что такое все все не сжимай сильно лапу лучше перехвати лишний раз чем сильно сожмешь так тихо там не уже только руками снять надо она не дает я уже просто ниточки достаю которая там даже уже не держится да а ты возникаешь прекращай давай ну вот видите сколько мы на это щенка уже больше 15 минут потратили это вот еще вот самый сложный вот тут подцепить петлю надо чтобы она совсем не рыпалась ура по моему вынули все куска так готовь ватный диск все может так страшно было все собаки как собаки переносят процедуру ответ маленький чертенок вы может подержишь я давай мишни как ножом выкручивается это знаешь сравнение с теми щенками которыми я допустим без тебя могу снимать дам был пометка каких-то чищенки ты без меня ходи сидела снимала ну как раз таки бак на это вообще щенки волшебные там 10 9 щенков одинакового типа и 10 щенков 9 щенков с одинаковым характером да там есть совсем тюфики там turbo веников вообще нет ну все ребята мы закончили пушки снимать швы так что все сутку раз девчонка которая какая самая шуста вот она такая у нас все больше никого ушки не снимаем даем всех сделано зато завтра едем с новой партии купировать ушки одни сделали освободились клетки и у нас есть всегда заготовлены клетки в питомнике где живут отдельно те кому купировали ушки сейчас эти уезжают и на них место поедут купироваться другие будут также 10 дней сидеть ждать снятие швов интересно посмотреть как она себя будет вести если сейчас ей дать побегать все 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 изучит ну в общем хозяева придумайте какую-нибудь кличку связанную с энергией с выплеском эмоций кстати я на по поводу характера у нас же были случаи когда щенки в два месяца были сумасшедшие а потом совершенно адекватно например экселент он был достаточно шебушным а потом экселент стал самый домашний собак вам дома все время такой будет просто в каких-то ситуациях будет собака более эмоционально вот и все поэтому это ничего не не говорит сейчас просто поэтому поэтому как в месяц ничего не видно так в два месяца нельзя быть уверен уверена я уверен я уверена она будет реально активная она будет много бегать нам будет много пары к нам очень игривая она будет очень любознательная при этом чаще всего более с такими вот характерами дома обычные тюфяки я имею ввиду взрослых не щенков конечно щенком придется повозить она будет возбуждаться включаться когда это будет надо и когда хозяина как пройти еще зависит от воспитания конечно должно быть правильно воспитать без воспитания вообще никакой речи не может быть особо да если у нас понимаете сидит спокойно дома вообще ничего не делает никуда не рвется ничего и не надо только мы выходим на улицу не включается режим turbo она начинает просто буксовкой прыгать летать наворачивать круги запрыгать мне на руки на обожаю бежит к ветеринарам бежит другим собакам дружит бежит кошкам бежит ко всем она очень дружелюбно зато на выставке как здорово мы были все дети к ней подходили она всех зализовался на выставке первые пару часов умаялась уже поспокойнее стало но все вот такие истории с темпераментом но это шоу темперамент то что на выставке это собака будет себя показывать хорошо ну да ты туда любишь таких уверенных я знаю я для дома люблю не уверен вот эти для выступ такие темпераменты когда собака даст эксперту подойти себя потрогать даже на ворот радостно бежит к эксперту я ну для дома принято дело для дома лежит у камина по другое дело для дома если которые если в доме есть дети если человек любит спокойные просто прогулки много ходить то такая собака будет с интересом за ним ходить а есть такие техники которые пройдут 100 метров скажешь там не больше не надо есть у нас такие воли да я больше никуда не пойду мне не интересные вообще за любую движуху до гладовку они все не любят хотя excellent вообще есть не любит вспомни у нас секса не повернут на еду ну и он просто блин он да и съедается порта просто кушать да он не накидывается она у него стоит он там подойдет возьмет поезд еще подойдет поезд страны у нас никто так не делают люди то есть он бланка родные братья и сестры но такая история снова все конечно и да и да пройти там вообще не может аж так торопится сюда лица мы и даже размачиваем но чего так вот мы рассказали про темперамент показали всех щеночков все спасибо что смотрели наше видео подписывайтесь на наш канал обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите любой комментарий спасибо за субтитры сделал DimaTorzok